Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как меняется сервис налоговой службы? На какие налоговые льготы могут претендовать пенсионеры и инвалиды? Об уплате налогов говорим сегодня. Сегодня в нашей студии начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области Елена Данилкина. Ваши вопросы, как всегда, задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Елена Викторовна. Скажите, пожалуйста, лето началось, вот этот сезон для налоговой службы, он какой? Что сегодня самое актуальное, что происходит? Ну, хотелось бы сказать налогоплательщикам, что в данный момент налоговые органы уже заканчивают массовую печать и рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. В этом году мы уплачиваем налоги за предшествующий 2014 год. И хочется еще раз отметить, потому что возникают такие вопросы, хотя у нас уже второй год рассылается налоговое уведомление через федеральный казенно учрежденный налогсервис Нижний Новгород, но тем не менее вопросы такие возникают. Поэтому хочется еще раз сказать, что эти налоговые уведомления приходят с Нижнего Новгорода, но в конвертах вложены все начисления, которые относятся к объектам, находящимся в собственности налогоплательщика. Поэтому основная масса налоговых уведомлений уже доставлена адресатам, начали налоговые органы рассылать их еще с апреля. И, соответственно, уже последнее, так скажем, небольшое количество уведомлений, которое осталось, это вот они дойдут до адресата уже в июле. Вот часто возникают вопросы, получает человек налоговое вот это уведомление, что нужно делать? Какое-то время можно подождать или сразу же идти платить? По уплате налогов установлены у нас определенные сроки уплаты, которые установлены законодательством. Ранее налоги на имущество, транспорт, земельный налог, они были различные. С этого года у нас установлен единый срок уплаты налога. Это 1 октября. Ну, соответственно, в этом году 1 октября 2015 года. То есть до 1 октября нужно заплатить? Да, до 1 октября 2015 года каждый налогоплательщик должен уплатить налоги по всем объектам, которые находятся у него в собственности. А вообще, вот если напомнить, какие у нас налоги, за что мы платим, чтобы уж люди совсем четко ориентировались? Обязанность по уплате налогов у нас, конечно, имеется только у собственников объектов имущества. Это те, которые зарегистрированы в регистрирующих органах. Это у нас Росреестр, это если касается земли и объектов имущества, и органы ГИБДД по транспорту. Те собственники, которые арендуют или по найму проживают в каких-то помещениях жилых, не являются собственниками, соответственно, на них нет обязанности по уплате налога. То есть земельный, транспортный? Земельный, транспортный, налог на имущество. А имущество это что? Имущество это квартиры, жилые дома, ну какие-то, может быть, доли в каких-то жилых помещениях. И сейчас, в последнее время, насколько я знаю, все эти налоги объединены в уведомлении. Не отдельно на каждого, не на транспорт, не на землю, не на что-то, а все вместе приходит информация. Да, в общем-то они не первый год уже объединены в едином налоговом уведомлении, но в этом году небольшие изменения по форме уведомлений произошли. Ну, как бы два момента, которые наиболее удобные, возможно, для налогоплательщиков стали, это то, что в новом налоговом уведомлении еще включены позиции по перерасчету налогов. Если по каким-то причинам неверно был исчислен налог, отдельно указывается по какому налогу, по какому объекту и какой произведен перерасчет. И второй момент, для удобства налогоплательщиков в левом верхнем углу уже сводные суммы указываются, то есть итоговые, сколько же налогоплательщику по указанному налоговому периоду нужно уплатить налога. Понятно. А если вот это уведомление все-таки не приходит, вот как его можно получить? И нужно это делать, или все-таки лучше подождать? Ну, бывают такие случаи, что налогоплательщик не получает налоговое уведомление, возможно, вот в процессе формирования и печати, рассылки налогового уведомления он, может быть, поменял адрес. Такой бывает промежуток времени. И, ну, может быть, какие-то еще другие обстоятельства. Тем не менее, налогоплательщик может обратиться в налоговый орган по месту своего учета. Ему выдадут копию этого налогового уведомления. К налоговому уведомлению прилагается квитанция, как и раньше, в общем-то, прилагалось. Там же все реквизиты указаны. И оплату можно произвести и через банкоматы, соответственно, по тем и индексам квитанции, которые приложены к уведомлению. Можно произвести также через интернет. В том случае, если у налогоплательщика заведен личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет налогоплательщика – это вот очень удобный интернет-ресурс, который мы, в общем-то, рекламируем, если можно так сказать, призываем налогоплательщиков все-таки регистрироваться. Потому что через личный кабинет можно получать всю информацию относительно, так скажем, налоговых отношений, какие есть у налогоплательщика. Это не только имущественные налоги, это и налоги на доходы физических лиц, все расчеты, если есть какие-то долги по уплате налогов. То есть вся информация отражается в личном кабинете. При появлении новых объектов плательщик тоже уже видит, что налоговый орган этими сведениями располагает, соответственно, будет исчезновение налогов. Понятно. А как можно, Елена Викторовна, исправить такую ситуацию? Если человек уже продал, допустим, квартиру или машину или дачу, а за этот год все-таки налоговое удавление пришло, и вот эта квартира у него там фигурирует, допустим. Вот что делать? Бывают такие моменты, когда налогоплательщик, получив налоговое уведомление, видит, что объект, отраженный в расчете налога, ему уже не принадлежит. Либо изменились доли владения, либо какой-то момент по мощности автомобиля, там проблемы бывают. Поэтому при каких-то неточностях, при выявлении вот таких неточностей, к налоговому уведомлению, как и раньше, и к новой форме, прикладывается уже форма заявления. То есть ее можно заполнить, указав там, в каких именно моментах плательщик не согласен, и отправить по адресу налогового органа, который прислал это налоговое уведомление. Понятно. А через интернет, вот через личный кабинет можно это сделать или нет? Через личный кабинет тоже можно обратиться в налоговый орган, это будет обращение налогоплательщика, которое мы рассматриваем в более сокращенном, так сказать, сроке, как обычное обращение, там, например, на бумаге или просто по интернету. Через личный кабинет рассматриваем в течение двух недель. Да, это тоже нужно знать, потому что... Да, в основном, в течение двух недель, как бы рассматриваем уже ответы, направляя. К нам уже поступают первые вопросы от телезрителей, 202-11-22, звоните, еще есть время, вопросы по налогам. Николай Никитович, можно ли упростить получение письма из налоговой, например, прислать домой или на почте отдавать не собственнику, а родственнику? Потому что действительно, вот вдруг собственник уехал на все лето на дачу, и вот он будет там жить, а без него письмо так и будет лежать на почте. Дело в том, что у нас налоговым кодексом предусмотрено направление налоговых уведомлений заказными письмами. И, кроме этого, вся информация, которая рассылается налогоплательщикам, она является конфиденциальной. И, соответственно, разные случаи бывают, поэтому все-таки по законодательству письмо должно быть отправлено заказной почтой и получено собственником. Хотя процесс, так скажем, становится не таким легким, потому что нужно идти за письмом, стоять в очереди на почте, ждать, получать. Вот действительно, вот эта почта, она становится таким вот препоном, так скажем, если действовать мобильно. Такие предложения поступают от многих налогоплательщиков, да, есть. Но, с другой стороны, как бы нам не хотелось иметь какие-то претензии со стороны тех налогоплательщиков, которые все-таки не хотят, чтобы информация о их объектах, имуществе попадала как-то другим. Пока на этом этапе без этого не обойтись. Да, пока вот такая норма. Следующий вопрос от Людмилы Васильевны. Раньше пенсионеры от квартирного налога освобождались автоматически. Сейчас нужно приходить в налоговые органы, писать заявления. Почему введено такое нововведение, Людмила Васильевна? Нет, я хочу сказать, что по налогу на имущество никогда не было у нас автоматического предоставления льгот, как налогоплательщики это считают. У нас в автоматическом порядке предусмотрена была льгота только, но она и сейчас предусмотрена, только пенсионерам, имеющим автомобили, 50% льгота. 50% льгота предоставляется по транспортному налогу пенсионерам, имеющим транспортные средства, мощностью, ну, если автомобили брать до 100 лошадиных сил. То есть здесь не заявительный характер автоматически? Да. А вот по налогу на имущество и по налогу на землю всегда существовала такая норма, что она носит заявительный характер. И налогоплательщик должен был единожды подать заявление в налоговый орган о предоставлении льготы. Ну, тем не менее, мы, конечно, работаем с получением информации о льготниках, и в том числе мы предлагаем им возможность направить такое уведомление через многофункциональные центры, которые расположены в некоторых районах города. Это не только в налоговые органы можно такое заявление отправить, вот через такие центры можно тоже отправить. А вообще мы живем в такое время, когда, ну, происходит постоянно рост, там, квартплаты, продуктов и так далее, а суммы налогов тоже увеличиваются? И об этом как-то предупреждают людей или нет? Потому что, допустим, по тарифам мы знаем, что они там увеличатся на столько-то процентов, нас об этом предупреждают. А налоги, они вот со временем как-то растут? Налоги исчисляются в процентном отношении относительно налоговой базы. Налоговая база у нас по транспорту – это стоимость одной лошадиной силы, по имуществу – это инвентаризационная стоимость пока что последний раз за 2014 год, по земле – это кадастровая стоимость. Поэтому рост налогов, он, в общем-то, так скажем, прям рационально зависен от стоимости, ну, соответственно, либо лошадиной силы автотранспорта, и инвентаризационной стоимости, и кадастровой стоимости. Вот на этот год можно сказать о том, что налогоплательщики получат больше суммы налога по земле, потому что произошла переоценка кадастровой стоимости по земле. Она производится один раз в пять лет, и один раз в пять лет, соответственно, будет увеличение на какую-то величину суммы исчисленного налога. По имуществу, в общем-то, не в этом году еще у нас от инвентаризационной стоимости расчет идет, никаких повышающих коэффициентов для подъема инвентаризационной стоимости не было в этом году, поэтому он, в общем-то, на том же уровне, как и был в прошлом году. Да, ну вот, хоть это успокаивает. Следующий вопрос от Зинаиды Михайловны. Земельный участок зарегистрирован, а строения на нем не зарегистрированы. Это нарушение или нет? По большому счету, если в собственности находится земельный участок, то и объекты, находящиеся на нем, и платежика, также должны бы быть зарегистрированы в собственности. Потому что при продаже, например, объекта собственности, платежик в любом случае должен будет пройти через регистрирующие органы. А вот для оплаты налогов важно, что земельный участок зарегистрирован, и именно с этой вот... И со стоимостью земельного участка, соответственно, будет платиться налоги. Это будет актуально только при продаже, да? Да, да. Вот при регистрации необходимое строение. Я предлагаю сейчас посмотреть ролик информационный, который налоговая служба постоянно обновляет и выпускает, для того, чтобы, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Ну, а затем мы продолжим разговор, а вы можете в это время подумать над своими вопросами по налогам, и мы их ждем. Налоговая инспекция Если вы живете в городе федерального значения, Санкт-Петербурге или Москве, например, на улице Строителей. Выберите в качестве региона свой город. Пропустите район, город, населенный пункт и начните вводить название улицы. Система поможет найти ее. На следующей странице вы увидите всю необходимую информацию об инспекции, платежные реквизиты, сведения об органах государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы хотите посетить инспекцию в удобное время, запишитесь на сайте. Ознакомьтесь с подробной информацией и заполните контактную информацию о себе, выберите регион и инспекцию и вид услуги, укажите дату и время. Вы можете записаться на свободное время в течение двух недель, начиная со следующего дня. Затем подтвердите свою заявку. Вы получите письмо с подробной инструкцией по электронной почте. Когда вы придете в инспекцию, введите код в терминал системы управления очередью или обратитесь к администратору зала. Мы ждем вас! Вопросы продолжают поступать. Нина Александровна спрашивает. Я инвалид второй группы, дача у меня в Кенельском районе, а квартира в Самаре. Мне прислали налог на квартиру и на дачу. Я за все это должна заплатить или у меня есть льготы? Инвалид второй группы. И дача, и квартира. За что она должна платить, а на что у нее есть льготы? Ну, по налогу на имущество у нас есть освобождение у инвалидов второй группы с выданным уведомлением до 2004 года. Это первый момент. А по поводу Кенельского района я скажу, что если в отношении земельного участка, у нас муниципалитет каждый устанавливает свои льготы. В федеральном законе предусмотрено уменьшение стоимости кадастровой земли на 10 тысяч рублей. То есть от кадастровой стоимости отнимают 10 тысяч, дальше идет под налогообложение. Свои льготы муниципалитет, насколько я помню, у нас больше 300 муниципалитетов, каждый устанавливает свою льготу. Дополнительно, если вот относительно федеральных льгот рассматривать. Насколько я помню, там для пенсионеров, для инвалидов дополнительных льгот нет по земельному налогу. Понятно. А вот как нам определиться всем, кто имеет льготы и на что? Какие категории? Вот мы уже тут про пенсионеров, инвалидов, но вот какой-то общая картина не складывается. Ну, как я уже сказала, по имуществу и по земельному налогу каждый муниципалитет какие-то дополнительные льготы принимает. Если брать, например, вот их, я как бы уже сказала, больше 300 муниципалитетов, если брать крупные, вот, например, городской округ Самары, у них есть льгота для пенсионеров, на основании которой не облагаются, если земельные участки, до 6 соток. Свыше 6 соток идет под налогообложение. По налогу на имущество есть по городскому округу Самары дополнительные льготы, это многодетные семьи. Если брать все муниципалитеты, каждый, как бы, платильщик, который имеет на различных территориях муниципальных образованиях объекты, конкретно может посмотреть льготы на интернет-сервисе, который у нас расположен на сайте налог.ру, да, он называется ставки и льготы. То есть там прям по каждому муниципалитету идет разбивка, и можно уже конкретно относительно себя посмотреть. Да, вот когда меняются жизненные ситуации, статус, допустим, человек выходит на пенсию, становится инвалидом, он претендует на получение льгот. Нужно ему идти в налоговую, сообщать об этом, заявлять, как-то что-то оформлять, или, собственно говоря, социальные службы уже будут переправлять как-то информацию в налоговую льготу? Нет, пока существуют нормы законодательства, которые предусматривают именно заявительный характер льгот по налогу на имущество и по налогу на землю. Отправить документы, подтверждающие право на льготу и само заявление о предоставлении льгот, конечно же, налогоплательщик может и по почте, по адресу местонахождения налогового органа. Можно, естественно, по интернету отправить со сканированными образом документов, опять же, подтверждающими. И если налогоплательщик как-то задержался для предоставления льгот, он, например, уже два года назад стал пенсионером или имеет инвалидность, то налоговые органы перерассчитают налог, но не более, чем за три предшествующие года. То есть, когда право появилось, за три года могут пересчитать налоговые органы. Следующий вопрос от Михаила. Инвалидность вторая группа, две квартиры у меня, за одну я не плачу. И должен ли я оплачивать вторую и последующие? Пока за 2014 год у нас по налогу на имущество, по всем имеющимся объектам, льготные категории налогоплательщиков, в том числе пенсионеры, инвалиды освобождены. Но с 1 января 2015 года порядок предоставления льгот в отношении пенсионеров, он изменился. Льгота будет предоставляться только в отношении одного объекта каждого вида собственности. Это либо одна квартира, один дом, один гараж. Если иметь больше собственности, то с других объектов пенсионеры, они должны будут уплачивать налоговую. Понятно. А о чем еще должно физическое лицо сообщать в налоговой? Какие-то новые формы появляются, появляются новые обязанности у людей? Допустим, купил человек квартиру, налоговая пока про это не знает. Нужно сообщать или машину, или как это все происходит? Да, вот как раз с 1 января 2015 года введена новая обязанность для налогоплательщиков, которые обязаны сообщить о тех объектах собственности, которые у них в собственности имелись. И на протяжении всего периода владения не приходили на эти объекты собственности расчет на уплату налогов. Такое сообщение налогоплательщик должен отправить в налоговый орган по форме заявления. Форма заявления предусмотрена, в том числе в электронном виде предусмотрена. Это можно тоже взять на сайте налог.ру. И должен налогоплательщик один раз предоставить до 31 декабря такие сведения. А если не предоставит, что? Он наоборот радуется, сидит, скажет, что у меня столько недвижимости, а я вот ничего не плачу. Ну, этот момент тоже законодателям предусмотрен. Во-первых, значит, вместе с заявлением налогоплательщик должен предоставить документы, подтверждающие право собственности, на основании которых владеет. И второй момент, если налогоплательщик до 1 января 2017 года вот такие сведения не предоставит, и после этого срока налоговый орган сам выявит, ну, в ходе сверки баз данных с регистрирующими органами, в ходе каких-то других мероприятий, которые мы проводим для того, чтобы вовлекать в налогообложение объекты, находящиеся на территории Самарской области, то тогда предусмотрены штрафные санкции. Во-первых, 20% от суммы неуплаченного налога. Плюсом. Да, вот к сумме, которая исчислит налоговый орган. При всем при этом налоговый орган исчислит налог за предшествующие, предположим, 3 года. Простить все равно придется, рано или поздно. А если платящик сообщает вот до 1 января 2017 года, то, соответственно, никаких штрафных санкций, и расчет налога будет производиться с момента сообщения вот такой информации. Понятно. Если все-таки вам нужно прийти в налоговую службу, обратиться к специалистам и записаться на прием, то, опять же, налоговая инспекция приготовила следующий ролик, который мы и предлагаем вашему вниманию. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги. К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, квартиру, дом, дачу и другие помещения. Ставки и льготы по транспортному налогу устанавливаются региональными органами власти, по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц – органами местного самоуправления. Поэтому значения ставок и льгот могут значительно отличаться в зависимости от местонахождения объекта имущества. Чтобы узнать действующие в вашем случае ставки и льготы, пройдите на страницу специального электронного сервиса. На ней вы можете выбрать регион и муниципальное образование, вид налога, налоговый период и найти нормативные документы, регулирующие налогообложения в конкретном регионе или муниципальном образовании. Например, можете уточнить ставку транспортного налога в Москве в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а также предусмотренные на местном, региональном и федеральном уровне льготы по имущественным налогам. На странице «Физические лица» предусмотрен специальный раздел «Граждане платят налоги», где даны подробные пошаговые инструкции для оплаты каждого вида налогов. Выберите, какой налог вы собираетесь оплатить – квартира, дом, дача, налог на имущество и конкретную жизненную ситуацию. «Я хочу уплатить налог». Система предоставит всю необходимую информацию для оплаты налога, образцы платежных документов, а также наиболее популярные вопросы и ответы на них. Сумма имущественного налога рассчитывается налоговой инспекцией и в период с апреля по сентябрь. Налоговое уведомление отправляется вам по почте. Узнать об ориентировочных сроках отправки уведомлений в вашем регионе можно с помощью сервиса «Сроки направления налоговых уведомлений». Для этого нужно указать ваш регион и номер инспекции. Налоговое уведомление отображается в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на следующий день после формирования в налоговом органе. Здесь вы можете его распечатать или оплатить онлайн, не дожидаясь поступления по почте. В «Личном кабинете» вы также можете настроить отправку сообщений о поступлении нового налогового уведомления на адрес вашей электронной почты. Если в вашем уведомлении имеются неточности, например, указан объект, который вам уже не принадлежит, пожалуйста, сообщите об этом в налоговую инспекцию. Для этого вместе с уведомлением отправляется форма обратной связи. Заполните ее и отправьте в инспекцию или направьте заявление на уточнение в электронном виде через личный кабинет. Информация обязательно будет уточнена в регистрирующих органах и вам будет выслано новое уведомление. Вы можете оплатить налоги по платежному документу, который отправляется вместе с налоговым уведомлением в любом банке или в режиме онлайн через один из банков-партнеров с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Заплати налоги». Платить налоги несложно. Добро пожаловать! Следующий вопрос от Галины Александровны. На проспекте Кирова в районе самолетов ГСК у нас гараж. Мы купили его законно 10 лет назад. Теперь нам приводят причины, что у нас якобы гараж не в собственности. Как нам быть, что делать, куда обратиться? Ну, во-первых, за гараж, за вот такое имущество, как гараж, платятся налоги? Да, конечно, но это тоже как объект налогообложения. Это гаражи или машиноместа, как там правильно называется в этих гаражных кооперативах. Это тоже как один из объектов налогообложения. Но я так понимаю, если документы о праве собственности именно конкретной частью этого всего большого гаражного кооператива, видимо, я так понимаю, налогоплательщика нет, то какой порядок оформления в собственность? Я как бы не могу это комментировать. Возможно, Росреестр как-то обратится к таким вопросам. То есть по налогам здесь каких-то проблем не может быть, так как вы за налоги отвечаете? Если они платили, то... Да, дело в том, что налоговые органы осуществляют начисление налогов только на основании сведений, которые предоставляются регистрирующими органами. Если документ не оформлен через регистрирующие органы, то, соответственно, и нет сведений о том, что объект... И последний вопрос очень коротко. Являясь ветераном труда, есть ли скидка на транспортный налог, любовь? Ветеран труда, ну, если ветеран труда... Скидка на транспортный налог есть? Мы видим льгота. Если ветеран труда, вероятно, он пенсионер, соответственно, пенсионеру предоставляется 50% льгота на автомобили. Скидка, есть ли ветеран труда и уже пенсионер. Да, до 100 лошадиных сил автомобилей. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, ответили на вопросы. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. Хороших праздников, хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова